Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте. Точнее текст, потому что вопроса как такового у вас нет. Собственно, это вот и первый момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. То, что вы не задаёте вопрос, чего хотите от психологов. То есть, да, ситуация в целом ясная. Хорошо. Но не ясно, чего вы хотите от нас. То есть, что вы хотите себе изменить, например. А любые отношения можно гармонизировать при желании. Вот. А любые отношения можно скорректировать при желании. Но важно понимать, что многое зависит от вас. И что по сути дел вы сами создали вот эту систему. При которой ваш муж, ну, считает, что может вести себя вот подобным образом, да. И считает, что с вами можно вот таким образом общаться. И взаимодействовать. Суть своей проблемы. На мой взгляд, вы описали. Идеально это то, что вы чувствуете себя ненужной и одинокой. Это ваша проблема. То есть, это проблема как раз таки того, как вы себя воспринимаете. Это проблема того, как вы себя видите. Вот. И это связано с тем, что вам с собой вероятно не комфортно. То есть, вы глобально. Вы себя обесцениваете. Скорее всего. То есть, у вас занятие на самооценке. Вот. Вы какие-то вещи себе не принимаете. Вот. И вам необходимо, чтобы мой счет с вами проводил время. Он же чувствовал, как вы относитесь. Например. 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 К, значит. Ну. Сами к себе, да. Он чувствовал, как вы воспринимаете себя. Также относится и к вам. То есть, иными словами. Если бы вы относились бы к себе по-другому. Если бы вы себя, ну, в большей степени ценили. Если бы вы себя в большей степени уважали. То ситуация складывалась. Для вас гораздо лучше. Вот. Вы бы не были так зависимы от мужа и от того, с кем он там проводит время, да. И так далее. То есть, вам это просто было бы неважно. Неважно, потому что у вас была бы своя позиция. У вас был бы свой вектор поведения. Вот. И все было бы хорошо. В принципе. Вот. Но этого нет. Но этого нет. Тем не менее. И важно понять. Почему этого нет. Почему вам не хватает себя. Почему вам недостаточно себя. Вот. Это очень важный момент. На который вам необходимо обратить свое внимание. свое самое пристальное, я бы сказал, внимание. Потому что от этого зависит то, как вы будете выстраивать отношения в дальнейшем с мужчиной. Либо с этим. Либо с другим. Вот. Это все очень. Очень и очень. Важно. Важно. Для вас. Понимаете, да? О чем идет речь? А-а-а-а. Так. Чисто от себя одиноко не нужно. Мы брак и счастливы отъеду. У детей все это просто делаю. Возможно, не всегда, но очередь, которые мы выполняем. Но здесь я бы обратил ваше внимание еще на возможное чувство вины. Вот. То есть вы испытываете чувство вины. Возможно, вы требуете от себя слишком много. Вот. И когда не можете удовлетворить свои требования, вот, вы, соответственно, начинаете испытывать негатив. Негатив. Вот. То есть тут нужно поисследовать все-таки ваше восприятие себя. Вот. И, соответственно, дальше уже помочь вам гармонизировать отношения. Вот. Может быть, именно поэтому муж и проводит время с родителем и не хочет общаться с его ванным. А-а-а. Понимаете? Какая штука. Ну, это все. В принципе, корректироваться при желании. Если такое желание у вас есть, конечно. Вот. А-а-а. Вот, в принципе, то, что можно сказать. А-а-а-а. Еще раз. Чтобы было понятно. Основной момент. А-а-а. Здесь. Вот то, что вы описываете. Это ваши личностные проблемы, которые вам нужно лечить. И результат, которые проявляются в отношении мужа к вам, вашей неудовлетворенности и, собственно, вот, ощущения, ощущений, точнее, пробуксовки жизни. Вот. А-а-а. Это вполне себе корректируется. Вот. При желании. А-а-а. Но на пути, конечно, будут возникать, э-э-м, различные препятствия. Потому что, например, ваш муж, да, он 100% не одобрит. А-а-а. Тех вот. Ну, тех решений, да. Которые вы, вероятно, будете принимать. Вот. Мне понравится. Потому что вы на дойку уже. Вот. От того, что вы что-то делаете сами, например. От того, что вы их там, к примеру. Не знаю. Думайте, думайте о себе. Допустим. Допустим. Вот. И, конечно, ему это будет в новинку. Вот. Да? Тем не менее, в сути, это не меняет. И, если к вам нужно, вне зависимости от этого. Вот. Опять же, обратите внимание, что у вас есть дети. И дети, они страдают. Вот. Нет всякого сомнения, дети страдают от того, как выстраиваются отношения между вами и вашим мужем. Вот. Дети чувствуют ваше состояние. И тоже им это не добавляют. Знаете ли? Как их там? Плюсов, да, и позитива. Вот. С другой стороны, если вы ориентированы на семью. Вот если, ну, если вы были изначально ориентированы на семью. То, вполне вероятно, что вы просто не удовлетворены ограниченностью набора своих социальных ролей. То есть, мягко говоря, человеку мало тех ролей, которые он отыгрывает. Вот. И это очень важно понимать. В общем, мою мысль вы услышали. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что для себя вы какие-то выводы сделаете. Я очень надеюсь на это. Вот. И, соответственно, выберите себе психолога. Вот. И поработайте с ним в тех направлениях, которые я озвучил. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.